Видео подготовлено сайтом online-gdz.net геометрия 7 класс автор мерзляк задание 597 Постройте прямоугольный треугольник первое по острому углу бисектрисе этого угла и второе по катетой высоте проведенной к гипотенузе Итак, начинаем построение первое по острому углу и бисектрисе угла Так, тогда вот пусть отрезок, вот этот отрезок А, это будет бисектриса угла А вот возьмем угол О, это будет угол О Значит, и бисектриса проводится из этого угла Тогда построение мы начнем с построения угла Для этого мы выберем произвольный луч Ну и пусть это будет вершина треугольника А И вот теперь мы от луча сначала в точке А отложим угол О Ну, чертим окружность, такую же окружность с центром в точке А Измеряем расстояние между точками пересечения вот здесь Точкой пересечения окружности со сторонами угла О Теперь вот здесь у нас имеется одна точка пересечения окружности с лучом с началом А И вот чертим окружность с центром в этой точке Радиусом равным расстоянием между точками пересечения на сторонах угла О Вот так, получаем точку пересечения Через нее и точку А проводим луч И получаем угол А равный углу О Вот угол А равен углу О Теперь построим биссектрису угла А Ну, воспользуемся теми построениями, которые у нас уже есть У нас есть окружность с центром в точке А И есть одна окружность, проведенная с радиусом равным расстоянием между точками пересечения этой окружности со сторонами угла А Тогда еще одну окружность начертим того же радиуса Вот так Получим точку пересечения окружности, лежащую на биссектрисе Через точку А, эту точку пересечения, проводим луч Получаем биссектрису Длина биссектрисы известна Откладываем на этом луче отрезок равный отрезку А Ну, пусть это у нас будет точка С Значит, мы построили АС Это биссектриса И отрезок АС Мы отложили равным отрезку А Получили точку С Точка С лежит на противолежащей стороне треугольника Треугольник у нас прямоугольный Тогда угол А, это же один острый угол Значит, одна из его сторон будет лежать на гипотенузе Точнее, на ней будет лежать гипотенуза А на другой стороне будет лежать катет В принципе, значение не имеет, какую мы сторону выберем Ну, например, пускай вот на стороне А, П На ней будет лежать катет А на другой стороне будет лежать гипотенуза Тогда мы должны опустить перпендикуляр из точки С на АП, потому что тогда сторона АП – это одна из сторон прямого угла. Ну, в общем, опускаем перпендикуляр. Как мы это делаем? Проводим окружность с центром в точке С такого радиуса, чтобы она пересекла АП. Ну, вот так. Имеем две точки пересечения и построим две окружности с центрами в этих точках пересечения одинакового радиуса. Получим точку, которая лежит на перпендикуляре. Ну, и точка С у нас лежит на перпендикуляре. И теперь через эти точки проведем прямую. Она будет перпендикулярна АП. И тогда вот эту точку пересечения с АП обозначим С, а точку пересечения этой прямой со второй стороной угла А обозначим В. В итоге получим треугольник АБЦ. Так, угол АЦБ по построению прямой. Острый угол А равен заданному углу О, а биссектрица АС равна заданному отрезку А. Таким образом, треугольник АБЦ искомый. Второе. Теперь нужно построить прямоугольный треугольник по катету и высоте. Тогда возьмем два отрезка. Вот это будет у нас катет, а вот этот отрезок пусть будет высота. Ну, и строим прямоугольный треугольник. Выберем произвольную прямую. Пусть на этой прямой будет располагаться гипотенуза будущего прямоугольного треугольника. Отметим произвольным образом точку, но обозначим ее H. Пусть эта точка будет основанием высоты, проведенной из прямого угла прямоугольного треугольника на его гипотенузу. Когда построим эту высоту, ну, возведем перпендикуляр. Окружность, две окружности, точку пересечения, через нее и через точку H провели прямую. Эта прямая перпендикулярна, исходной прямой. Ну, вот исходную прямую H назовем. Теперь на этом перпендикуляре мы отложим отрезок равной высоте. Высота это у нас C. Отрезок C отложили. И вот это у нас вершина прямого угла, прямоугольного треугольника. Значит, CH перпендикулярна прямой A. Так, одна вершина треугольника есть. Теперь нам нужно построить вершины A и B. Они, естественно, будут лежать на прямой A, потому что на прямой A лежит гипотенуза треугольника. Так, ну, нам известна длина катет, одного из катетов. Это отрезок B. Тогда мы чертим окружность центром в точке C радиуса B. Вот так. Имеем точку пересечения с прямой A. Вот эту точку пересечения, обозначим ее B. И вот этот радиус CB мы взяли равным B и получили катет треугольника и вторую вершину. Теперь нам нужно получить еще вершину A. Ну, CB – это катет. Прямая A – это прямая, на которой лежит гипотенуза. А угол C – это прямой угол прямоугольного треугольника. Тогда нам остается построить перпендикуляр к прямой CB. Ну, вот мы ее немножко продлим. Теперь чертим окружность центром в точке C. Две окружности, вот так, имеем точку пересечения. Через нее и через C проводим прямую. Ну, и вот, собственно, у нас получился сам треугольник. Вот эта точка пересечения, вот этой прямой, с прямой A – это вершина A. И давайте запишем, что мы построили CA, построили перпендикулярно CB. Значит, угол C, угол C – прямой угол. Так, CB катет равен B, а CH – это высота. Она равна по построению C. Таким образом, треугольник ABC – искомый прямоугольный треугольник. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!